Канал Таёжный Обитель приветствует вас! Так, после того, как я показал малосольную киту в пакетике и сказал, что мы так солим огурчики и попробовал солить киту, то меня попросили показать Дядь Коль, покажите, как вы солите эти малосольные огурчики. В интернете полно этого. Но столько просьб было, что я покажу. Чай пьём. Когда не пью, мне напоминает. Дядь Коль, сегодня вы не пили. Поэтому я с удовольствием пью чай. Чай замечательный. Это гостинца мне, спасибо большое. Так, берём пакет. Пакетик пищевой. И вот я приготовил огурчики. Я их обрезаю. У них кончики, чтобы здесь жопку и носик. Огурчики, вот эти они сами по себе маленькие. Вот этот уже большеватый. Но мы рвём маленькие. Потому что чем быстрее вы сорвёте, тем быстрее другие подтянутся. И как бы, вот, внучата любят маленькие огурчики. Поэтому я и сам тоже. Они, говорю, понежнее они, повкуснее. Такие интересные. Вот два сорта. Вот такие вот и вот такие вот есть. Они вот замечательные. Продаются семена такие, маленькие огурцы. Ложим. Я их помыл, обрезал, приготовил. Вот у меня укроп. И ещё тут такая, забыл как называется. Ну, вот такая штука. Базилик. Мы его сюда тоже положим. Ложим огурчики в пакет. Помытые, обрезанные. Вот эти маленькие огурчики. Уже через час можно пробовать. Это на любителя. Через час они уже будут такие, ну, никак свежие. Они будут другие. Мне они такие вот совершенно малосольные. Очень нравятся. Базилик и укроп мы просто вот так сейчас. Опа. Опа. Порвём. Не будем резать. А когда мы рвём, будет давать сок. Мы так вот помнём. Это для запаха. Я беру, люблю иногда вот семена. Семена очень хороший запах. Иногда я даже ложу, я набираю семян. И семена даже сухие я ложу. Потому что они тоже дают такой вкусный, интересный запах укропа. Вот туда разбросали. Чеснок. Я его выдавливаю. Если его там напополам, он не так даст сока и запаха. Его лучше, по моему разумению, лучше его вот так выдавить. Вот выдавить. Он получается давленный. И весь запах я его вложу сюда. Вот так. Теперь и запах, и сок. Всё будет внутри. Чеснока. Эх, нельзя мне делать. Говорю и слюни. Слюни, запах, вот воображение, воображение. Оно мне, конечно, мешает делать. Слюна бежит прям. Люблю малосольные огурчики. Очень люблю. Я в конце покажу, как раньше нам мать делала, когда я маленький был. А потом мы и сами делали. Иногда я так делаю внучатам и себе. Мы с бабулькой тоже едим такие огурцы по старинке. Вот. Получилось раздавленный чеснок. Хорошо раздавленный. Вложу я. Вот ложку. И ещё. Ложку. Опа. Бессытый. Опа. Перемешиваю. Опа. И завязываем. Получаются все приправы. Всё внутри. Хорошо мешаем, чтобы соль, особенно надо соль. Запах и укропа, и всего разойдётся по всему мешку. Вот я хорошо перемешал. Вот я хорошо перемешал. Мешочки хорошо перемешиваются. Замечательно. Опа. 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 огурец готов. Ложим его, пусть лежит. Второй огурчик, точно так же. Сколько я себя помню, столько мать нам делала вот так. И отец сделал, ну и как я сказал, потом мы сами делали. Опа! Натираешь, по вот этим надрезам соль быстро попадет, соль быстро попадает внутрь. Сейчас через пять минут можно кушать. Если вот это положить в чашку и накрыть, то через 15-20 минут будет малосольные огурцы. Я вчера пробовал так вот, не пробовал, а ел. Вот просьбу вашу я выполнил. Я еще раз говорю, в интернете очень много выложено уже вот огурцы малосольные в пакете с укропом и с чесноком. Мне пришлось только вам как бы повториться. Ну мы давно так делаем. Давно как пакеты начались, еще их было мало. Никто не поверит, но в Баннаке, когда их было мало, их мыли и вешали, сушили и снова использовали. Говорю слюничку. Всех поздравляю вот с этими с летними объедаловками. Пошло все, огурцы, вот-вот через недельку пойдут помидоры. И жизнь продолжается. Всем удачи, радости, здоровья, здоровья. Кому не понравилось, что я агитирую, делать прививки ковида, и они мне пишут, что мы от меня, от меня они отписываются. Не надо предупреждать, отписывайтесь. Отписывайтесь без предупреждения. Что вы меня здесь, как этого пацаненка, пугаете? Или стращаете? Или я даже не знаю, как назвать. Отписывайтесь молчком. Флаг вам в руки и вперед. Но я еще раз говорю, от ковида надо делать прививки. Прививки делали всегда. От чумы, от холеры. Ученые, врачи погибали. Делали прививки себе сами, чтобы изучить. И сейчас, ну это просто, просто враги какие-то. Баламутят и хотят погубить народ. Просто баламутят. На чью мельницу льют воду, но не на нашу, не на российскую. Это я вам точно говорю. У меня вот прививка от ОСПы, вот она. И от полимелита мне делали. И от кори делали. Так что, делайте прививки. Боритесь за свое здоровье. Ну вот, пока все. Разошелся, как холодный самовар. Ну а кто? Отписываться, еще раз скажу. Отписывайтесь молчком. Вы как какие-то базарные бабы. Ну ладно, всем удачи, радости, любви, красоты, здоровья, гармонии с самим собой и с окружающим миром. Пока-пока. Продолжение следует...